До 2 миллионов консервных банок в месяц завод Домоте по переработке «Баранины» сегодня запустил новую консервную линию. Не хватает стажа для пенсии, выплаты прекратятся, звонят и говорят мошенники, представляясь сотрудниками социального фонда России. Более 100 представителей из 20 регионов в Донбай собрал форум на вершине, о чем говорили представители благотворительных организаций и органов власти. Отдых с молитвой, как проводят лето дети из разных уголков России в православном лагере «Школа русского выживания» в Марухе. Здравствуйте на телеканале «Россия-24» в Вести, Карачаево-Черкесия. Завод Домоте по переработке «Баранины» сегодня запустил новую консервную линию. Увеличилась мощность производства консервов до 2 миллионов банок в месяц. На производстве установлено 20 единиц современного высокотехнологичного оборудования. В качестве сырья для производства консервов используется баранина и индейка. Продукция рассчитана на длительное хранение до 2 лет и может рассматриваться для поставок в рамках госзаказа. Продукция будет реализовываться через оптовые и розничные каналы, а также федеральные и региональные торговые сети по всей стране. Благодаря открытию нового производства созданы новые рабочие места при двухсменном графике работы. Напомним, что в сентябре 2022 года Домоте запустила в Карачаево-Черкесии завод по убою переработки баранины мощностью 25 тысяч тонн в год. Не хватает стажа для пенсии, выплаты прекратятся. Мошенники придумали новую схему обмана граждан. Аферисты звонят на мобильные телефоны, представляются сотрудниками Социального фонда России и говорят, что человеку не хватает стажа для пенсии и пугают остановкой выплат, если не предоставить информацию. Злоумышленники также предлагают записать гражданина на прием в МФЛЦ, просят предоставить скан личных документов и подтвердить запись кодом из СМС. Если вы столкнулись с такой ситуацией, знайте, это мошенники. Отделение Социального фонда России по Карачаево-Черкесии настоятельно рекомендует прекратить общение и ни в коем случае не передавать личные данные по телефону, не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами при оформлении пенсии и пособий. Работники Социального фонда не обзванивают граждан, не ходят к ним по домам с тем, чтобы уточнить персональные данные. Поэтому призываю граждан Республики быть бдительными. Все консультации, касающиеся предоставления государственных услуг Социального фонда, можно получить в клиентских службах по месту жительства или пребывания, в многофункциональных центрах, также можно подать обращение в социальную приемную социального фонда или на портал государственных услуг. Также можно получить консультацию сотрудников отделения Социального фонда по Карачаево-Черкесской республике по телефону горячей линии 8 800 200 02 61 в рабочие дни с 8 до 17. В эти дни в Донбай проходит межрегиональный форум на вершине 2024, где принимают участие представители благотворительных организаций, региональных и муниципальных органов власти из 20 регионов России. Основная тема форума – взаимодействие благотворительного сообщества, региональных и муниципальных органов власти, а также МЧС России в условиях чрезвычайных ситуаций. Подробнее Альхан Лепшоков. Межрегиональный форум на вершине собрал более 100 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. Организатором выступил благотворительный фонд «Территория милосердия» и Ассоциация благотворительных фондов Северного Кавказа «Вершина». Основная тематика форума – взаимодействие НКО в чрезвычайных ситуациях. В ходе различных лекций и семинаров участники форума узнают, насколько важно тесно сотрудничать с различными ведомствами при оказании помощи пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Более чем из 20 регионов приглашены. У нас есть международный спикер из Казахстана, который рассказывает на практике об устранении чрезвычайных ситуаций, таких как паводки в Казахстане, наводнения в Орске, Оренбургской области. То есть наши спикеры представляют собой различные организации, такие как государственные, так и некоммерческие организации, которые на своем примере рассказывают, на примере своего региона о том, как они ликвидировали чрезвычайные ситуации, с кем они объединялись и как они работали. Различные спикеры – представители общественных объединений, которые на своих примерах показывали, как они оказывают поддержку различным ведомствам в оказании помощи пострадавшим от различных катаклизмов. Также продемонстрировали работу различных добровольческих организаций в оказании гуманитарной помощи участникам СВО. Приятная аудитория, то есть задают вопросы во время дискуссий, вне дискуссии, то есть люди пытаются, скажем так, получить этот объем информации, который, возможно, в обычной жизни недоступен. Для нас, представители общественных объединений, очень важно иметь представление, как нам в случае различных ЧАЭС действовать и оказывать свою посильную помощь, отмечают участники форума. Важная тема для нас, для всех фондов, потому что координация в случаях чрезвычайной ситуации, она очень остро встает. Если у нас по итогу сегодняшнего мероприятия будет какая-то маршрутная дорожная карта, то это будет бесценно. Мы, донегистанская делегация, очень надеемся отсюда именно эту дорожную карту ввести. Форум проходит в рамках грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаева-Черкесии при поддержке фонда президентских грантов. Алина Ханепшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Дамбай. Отдых с молитвой, походы, дружеские беседы о традиционных ценностях России. В Марухе с 2002 года действует православный лагерь «Школа русского выживания», в котором отдыхают дети разных национальностей из разных уголков страны. Али Баташев подробнее. Это как будто другой мир, совершенно другой мир, где нет интернета, телефонов, где только активные игры, походы. И здесь очень много всего интересного. Серафима Козлова из Ниномыска приезжает сюда третий год подряд. Пообщаться с единомышленниками, отвлечься от городской суеты и отдохнуть от информационного шума. Нет интернета, зато есть много свободного времени. Игры на свежем воздухе, спортивные соревнования, купание в горной речке, рыбалка и, конечно, увлекательные походы по живописным местам Марухского ущелья. Ходим и на водопады, и в пещеру даже ходили. И на горы всякие поднимаемся. В общем, здесь очень хорошо и мне очень нравится. Кто-то сможет научиться рубить дрова, разводить костер, устанавливать палатку, получит первые навыки игры на гитаре. Можно уединиться, читать, писать, рисовать, заниматься саморазвитием. Но в распорядке дня есть свои особенности. Мы встаем на утреннюю молитву, мы молимся перед едой и после еды. Нам читают Деяния Святых Отцов. И в целом тут культивируется тот образ, в котором должны жить православные люди. Как должна себя вести православная девушка? Как себя должен вести православный христианин-мужчина? Какие обязательства он на себя должен брать? Любить по-настоящему свою родную землю можно только познавая ее красоту, интересуясь историей, культурой и традициями ее народа. Убежден руководитель лагеря, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Маруха и романах Александр Емельянов. Здесь говорят о любви к родине, приводя в пример святых Александра Суворова, Михаила Кутузова и Александра Невского. Беседу о семейных ценностях вспоминают не только Петра и Февронию, но и пушкинскую Татьяну Ларину. Такой интересный симбиоз летнего отдыха, походы, соревнования, всякие развлечения, одновременные беседы и лекции о семье, браке, о верности. Как различать вот эти вот вещи, как любовь и влюбленность, на примере Онегина, на примере Татьяны. Так, чтобы они хотя бы приобщались одновременно к своей великой культуре русской, но и не делали ошибок. Приятно ехать в то место, где тебя ждут. А нас здесь не просто приглашают, а еще и ждут. И хотят видеть. А это всегда приятно. Лагерь действует с 2002 года. Многие приезжают сюда каждый год. Находят ответы на главные вопросы жизни, настоящих друзей и даже свою вторую половинку. Али Баташев, Ольга Савенко, Михаил Каракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчукский район. Настойчивость в спорте может превратиться в выдающиеся достижения. В Черкесске прошел межрегиональный юноармейский турнир по армейскому рукопашному бою Кубок Победы. Майя Хамдухова подробнее. Федерация армейского рукопашного боя. Один из видов боевых искусств, который включает в себя различные виды единоборств. Такой вид спорта вызвал большой интерес у подрастающего поколения. Ведь спорт это не только про медали, но и про искусство самообороны и защиты. Если говорить о преимуществах, то он менее травмоопасен и предназначен как для защиты, так и для нападения, говорят организаторы. Армейский рукопашный бой совмещает в себе как раз таки все виды единоборств. Я думаю, наши дети дадут серьезный отпор. От Карачаева, Черкесии выступает военно-патриотический клуб воин. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости, члены жюри и болельщики. Со словами напутствия и дальнейших побед присоединился и замминистра физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Мурат Агиров. Я хотел бы, чтобы вы росли на примере героев, на примере тех героев, которые сегодня повторяют подвиг наших предков. Поэтому хотелось бы, чтобы быстрее воцарила победа, мир, чтобы мы могли продолжать созидать. Желание детей участвовать в больших турнирах усиливается, когда есть воля к победе. В соревнованиях участвовали юные бойцы в возрасте от 6 до 15 лет. Мальчики и девочки, которые продемонстрировали мастерство и навыки владения приемами рукопашного боя, показали болельщикам и судьям захватывающие поединки. Стать примером верности данному слову спортсмены учатся не только в спортивных клубах, но и из истории ветеранов Великой Отечественной войны. Именно им посвящен межрегиональный фестиваль Кубок Победы. Пропагандируя такой вид единоборств, у юных спортсменов формируется патриотическое воспитание, которое закаляет их на преодоление жизненных препятствий. Я начинала заниматься КУДО, потом перешла в Зиндакай-Картедо. Когда наш клуб закрылся, я решила продолжить свой путь и прийти сюда. По окончании юно-армейского турнира свои заслуженные медали получили бойцы из Южного федерального округа и Северного Кавказа. В сборной команде из девушек призовые места заняли. Военно-патриотический клуб «Воин» из Карачаева-Черкесии, спортивный клуб «Арагац» Буденовск и двойной дракон «Пятигорск». По словам опытных наставников, победы, как и поражения, даются нелегко. Но лишь в том случае, когда человек поймет, что есть вещи поважнее, чем победы или поражения, только тогда он станет чемпионом. Майя Хандохова, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия. Шик, блеск, бурлеск. На манеже Кисловодского цирка с грандиозным успехом состоялась премьера роскошного шоу «Бурлеск» под руководством заслуженного артиста России Гея Радзе. На арену вышли яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты Королевского цирка Гея Радзе и компании «Росгосцерк». В минувшую субботу первые зрители уже успели насладиться великолепием триумфального шоу, получили море эмоций и впечатлений. А накануне премьера состоялась традиционная пресс-конференция с участием представителей руководства города и артистов циркового искусства с яркими подробностями Майя Хандохова. Самое ожидаемое премьер этого лета – лучшее цирковое представление России, новое грандиозное шоу «Бурлеск», которое представил заслуженный артист России Гея Радзе и компания «Росгосцерк». В минувшие выходные зрители и гости города-курорта впервые увидели премьерные представления с мощнейшими хореографическими постановками, эксклюзивными костюмами и невероятными спецэффектами, масштаб которого можно сравнить только с бразильским карнавалом, но на манеже Кисловодского цирка. А накануне состоялась пресс-конференция при участии представителей руководства города-курорта, а также артистов продюсерского центра «Королевский цирк Геи и Радзе», которые являются артистами российской государственной цирковой компании. Участники конференции отвечали на вопросы прессы и зрителей, которые были в предвкушении настоящего праздника. По словам Геи и Радзе, это уникальное шоу с большими и групповыми номерами, которые покорили сердца зрителей по всему миру. Абсолютно необычный проект. Здесь очень много красивых костюмов, необычных декораций, тонны просто спецэффектов, которых мы сегодня увидели на пресс-конференции. Это маленькая часть. Поэтому шоу «Бурлеск» он уникальный. Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже московского цирка Никулина на Цветном бульваре в 2019 году и собирал аншлаги в столичном цирке круглый год. Такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43-й международном цирковом фестивале в Монако, где они завоевали главную цирковую награду мира золотого клоуна Монте-Карло. Настоящая палитра ярких красок и впечатляющих трюков, профессиональное световое оформление, авторская музыка, зрелищные спецэффекты и первоклассное профессиональное цирковое искусство – все это заставляет зрителей не отрывать взгляда от манежа на протяжении всего шоу. Кисловодская публика хорошо знакома с творчеством Гии Эрады, который славится неординарным подходом к цирковому искусству. По словам зрителей, шоу «Бурлеск» – это уникальный проект не только для детей, но и для родителей. Что шик, блеск, красота, необыкновенные костюмы, необыкновенный каждый номер – это что-то удивительное. Я говорю, превращаешься в ребенка. Добавь. Мне очень понравился номер с обезьянами и зебрами. Очень необычно, что зебры – дикие животные, и вот так вот прыгают, скачут. Ярких и талантливых артистов на арене сопровождают очаровательные животные – пятнистые пони, лошади и далматины-наездники, розовые пеликаны и ламы, лемуры и гиббоны, зебры, медведи и другие представители животного мира. Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная русская кадриль и бесстрашные акробаты на встречных качелях, ловкие жонглеры на стрелах, сказочный пегас и царевна-лебедь. Эквилибристы на рояле в окружении утонченных балерин, страстная танго, гимнасты на турниках, бронзовые скульптуры и много других невероятно сказочных номеров. В шоу «Бурлеск» представлена уникальная групповая трансформация «Фаберже», которую мечтают увидеть поклонники творчества геи и рады со всего света. За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже «Яйца Фаберже», ставших символом роскоши и богатства императорского дома. Этот номер покорил сердца судей в Монте-Карло и точно не оставит равнодушными зрителей кисловодского цирка. Неповторимый образ главной героини Мадам Бурлеск полностью отражает стилистику программы. Блеск, стиль, кабаре, мюзикл, феерия и грация. По ее словам, ее образ – это олицетворение красивой и сильной женщины, которая выходит из всех жизненных трудностей с гордо поднятой головой. Чем мой образ для меня ценен и важен? Это тем, что в любой ситуации, потому что у комических актеров у них всегда все идет не так, как вы замечаете. И в этой ситуации нам всегда с вами нужно оставаться шикарными, красивыми и уметь выходить из любых жизненных невзгод и неурядиц с гордо поднятой головой и просто шикарной, как в нашем Бурлеске. Шоу можно будет увидеть в Кисловодске до 1 сентября. Билеты можно приобрести в кассе или онлайн на официальном сайте Кисловодского цирка. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Миха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия, Кисловодск. Шесть представителей рода Хачировых, среди которых и девушка, 23 июля в 2 часа ночи вышли в путь со стороны штурмового лагеря и направились на самую высокую точку Европы. И рассвет того же дня уже команда встретила на восточной вершине Эльбруса на высоте 5621 метр. Участников восхождения Честова Леваули Карджурд, интервью участников экспедиции смотрите далее.